Здравствуйте, дамы и господа. С вами Хэтта. Это значит, что мы продолжаем прохождение игры Райзен 2. В прошлой серии мы исследовали увлекательное поселение куземцев. Поговорили с ними, нашли очень много полезного для себя учителей и продавцов зелий. Так, ну а дальше, я думаю, нам нужно пойти, пойти и поговорить с нашим разведчиком. Разведчик Вентура, вот он тут, к нему и пойдем. Доложим ему количество людей у ворона. Сказано было, что их 12. Так, что он сверху. Непонятно. Так, давайте поговорим с Вентуром. Я был в деревне. И что ты выяснил? Вождь пошел к ворону с дюжиной своих лучших людей. С дюжиной? Перед храмом их было точно меньше. Наверное, в храме сам вождь, и самые меньшие четыре воина. Что будем делать дальше? В общем, можем разделиться, и ты отправишься доложить о ситуации. Если ты, конечно, не хочешь пойти со мной обратно. Так. Ну... Ты идешь в другом направлении? На пути к храму пираты устроили сторожевой пост. И? И... Если мы пойдем вместе, то можем на них напасть. Давай. Хороший план. Иди за мной. Ты знаешь что-нибудь об охотнике по имени Таган? Это тот Малук, которого схватил патруль? Он сидит у Торреса в башне. За что его поймали? Ты же не думаешь, что комендант Себастьянов всерьез будет вести переговоры с Малуками? Мы на войне, и каждый пойманный Малук – дешевая рабочая сила. Скорее, рад. Только не говори так в Берто, Изабелле. Правду редко кто хочет слышать. Да. Так, пойдем, замочим, замочим пиратов. Мне нравится твой план. Ну, мы идем? Конечно, идем. Мы бежим. Так. Тут мы еще не бегаем. Давай, нам нужно идти. Ну, опять сюда и пришли. Бежим, 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 бежим. Вертура. Отчаянный парень. Раз он стал разведчиками. Так, ну и куда мы прибежали мы к храму. На храм, что ли, будем нападать? В конце долины стоит большой храм. Там со своей командой и Малуками расположился ворон. А тут впереди пиратский сторожевой пост. Я за ним понаблюдал. Там трое людей ворона. Предводителя зовут Базиль. Как ты считаешь, нападем на них? Да-да-да, давай этого Базилия. Схватим этого Базилия. Замолчено. Мне нравится твой настрой. Мне тоже. Как поступим? Мы можем, конечно, вместе атаковать их в лоб. Но ты можешь попробовать подкрасться сзади. А потом? Сможешь тихонько ограбить форт. Только тебе придется полагаться на себя, если они тебя заметят. Что думаешь? Я думал, вместе просто нападем и всех постреляем. Нападем вместе. Значит, слава или смерть? Все-таки ты безумец. Ты иди вперед, а я буду прикрывать тебя. Зададим им жару. Вперед! Эх, нравишься тебе. Определенная вентура. Зададим им жару. Так, ну понятно, это блокпорт. Оператор, сейчас мы их там замочим. Давайте подходите по одному, сукину, дети. Тебя, колец! Базилий, он, блин, не попал. Да? Не надо, как не надо. О, хороший. О, хороший. Я. Бери еще. Спокойно. На. У него классная, классная винтовка, но он еще и штифом может. Ох, как он полетел. Вот это полет. Отлично. Прощай, Базиль. Ворон просто лопнет от гнева. Давай-ка поскорее исчезнем отсюда. Только дай мне еще заглянуть в сундук. Ладно, я подожду тебя на дороге. Эх, хорош, мы с тобой тут просто размотали троих. Кольцо, плута, ром, золото. Кривой кинжал. Фигня, этот кривой кинжал. Так, 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 что у нас тут спрятано? Аллилуйя, 25 золотых для ящика, это даже, очень даже неплохо. Хотя для пирата Базилия, это как-то мелковато. Так, что у нас тут? Блокпост. Вот, вот так мы и замочили блокпост. Продведутки. Ну, вообще, с Вентура мне нравится, красавчик. Готов. Готов к бою всегда. Вот это я понимаю, блин. Спутник, что надо. Факел, Грог. Этих факелов уже начну их продавать, скорее всего. Так. Ух ты. Ух, там их много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь вдалеке. Тут, как минимум, восемь их стоит. Вперед, возвращаемся в Пуэрто Изабелла. Да, давай вернемся. Возможно, по пути что-нибудь и кого-нибудь зацепим. Идем дальше. Пошли, пошли. Пошли. Ну, мы идем? Да, идем, идем, идем. Идем, братюни, идем. Бежим. Бежим. Красивый, красивый геннадцатый. Красивый джунглем. Клевая погодка. Такие вот грозы в тропеках. Вот мы и на месте. Увидимся, когда вернешься с доклада. А я пока выпью пиво. Мои красавчики, пиво любишь. Слушай, я бы тебя взял в свою команду. Так, давайте доложим. Доложим о состоянии дел с вороной Коменданту Севастьяну. И вот еще что. Возможно, ты этого еще не знаешь, но я приказал вести за тобой наблюдение. Мои люди говорят, что ты был в лагере Малуков и говорил с их ведьмой. И что? Не связывайся с Малуками. Окей. Я принес отчет Вентуру. И? Что он выяснил? Ворон со своими пиратами и четырьмя воинами Малукков в храме. Их вождь тоже там. Еще восемь воинов охраняют сам храм. Это плохо. Ты думаешь, ты справишься? Дай мне отряд людей с мушкетами, и я уничтожу ворона. Хорошо. Я помогу тебе. Но с одним условием. Держись подальше от дикарей и их гуду. Это дело Инквизиции. Да. Значит, я теперь должен еще и работать на вас. Я жду твоего решения. Так, ну что, давай, да, стороны Инквизиции. Я же сам по себе с вами уже сотрудничаю с самого начала. Хорошо, я буду с вами, не с Малукками. А вот и отлично. Так-так, а ведь тогда ты еще не слышал отчета. Как комендант Инквизиции я должен быть готов ко всему. Так, провалено. Помощь в ее против. Так, ничего не понял, ладно. Так, и что за людей ты мне дашь? И что за людей ты мне дашь? Алькасар тебя проинструктирует. Иди к нему, а потом собери своих людей. И еще кое-что. Тебе понадобится мушкет. Я уже дал распоряжение Вебстеру. Он выдаст тебе мушкет. Он хороший стрелок. Пускай он тебя обучит. Окей. Это просто отлично. У меня двумя руками зал. Себастьяна прислал меня. Я уже наслышан, что теперь мы работаем с пиратами. Значит, он тебе поверил? Да, тебе велено дать мне людей. О, у меня для тебя есть как раз то, что надо. Исключительно проверенные боями солдаты и мастера своего дела. Если ты с ними справишься, лучших не найдешь. Что значит справишься? Скажем так, дисциплина не самая сильная их сторона. Но такой тип, как ты, вряд ли знает, что такое дисциплина. Поэтому я уверен, что вы сработаетесь. Да, мы сработаем все. Кого ты можешь мне дать? Бартоло, Вентура, Мартинес и Санчо. Они в твоем распоряжении. От всех остальных держись подальше, понял? Все, понял. Так, ну Вентура это классная, Вентура красавчик. Где мне найти Бартоло? Я надеюсь, в главном здании, в спальне. Он там вроде сапоги зачищает. Где мне найти Мартинеса? У Тито. Он отбывает наказание. А что он такого натворил? Недавно ночью слишком рано оставил пост. То есть несанкционированное удаление от войск? Да. У него в городе какая-то девка, из-за которой он еще и опоздал на следующий день. Надеюсь, Тито заставит его выметать свинарник. Санчо. Где мне найти Санчо? Он сейчас в патруле. Тебе придется его поискать. Не знаешь, где он сейчас может быть? Спроси у Торреса на посту. Они там иногда останавливаются. Где мне найти Вентуру? О чем мне знать? Я ему что, сторож? Думаю, он где-то тут бродит, неподалеку. Окей. Так. Ну, мы тебя нашли. Мы тебя нашли. Так, так, так. И что дальше? И что дальше? Нам нужно собрать команду. Собрать команду. Четырех мушкетеров против Ворона. Да. Да. Так, первый он сказал в казарме. Зуб, я помню, Мартинес. Или как он его назвал. Это он. Нет, это Бортово. Так, да, мне нужны, нужны, нужны. Мне нужна команда. У меня приказ от коменданта Себастьяна. Ты будешь меня сопровождать. Что? Зачем я тебе понадобился? Мне нужен меткий стрелок. Ясно. Есть только одна маленькая проблема. Что случилось? Мое ружье. Оно пропало. То есть как-то пропало. Ну, я был у Вебстера и занимался им. Менял курок, чистил ствол, юстировал мушку. Ну, а потом оно как-то пропало. Ну, так пускай тебе выдадут новое ружье. Каждый защитник отвечает за свое ружье. Замен не бывает. Ну, тогда просто возьми еще одно. Ты думаешь, все так просто? Но даже ты не можешь просто дать кому-то по голове и забрать его ружье. Так не выдели. А как выглядит твое оружие? Ну, как обычное кремниевое ружье. Длина ствола 96, с латунным затвором, без байонета. Красавчик. Он вообще какой-то профессионал. Ты же умеешь обращаться с оружием. Ну, да, я как-то учился, но потом меня призвали. Можешь чему-то меня научить? Ну, как тебе... Если речь идет о сборке мушкета, ну, да, тут я смог бы тебе что-то показать, но... Но что? Я не знаю, можно ли мне. Себастьяна мне доверяет. Ты прав. Если сам комендант тебе доверяет, я, видимо, не могу быть против. Ну, тогда покажи, чему ты сможешь меня обучить. Конечно, не проблема. Так. Радистрельное оружие 6. Нет у меня такого. Как бить на повал? Вот, на повал это очень даже интересно. Можешь показать, как наносить критические раны? У каждого противника есть свои уязвимые места. Как правило, это голова. Но у зверей могут быть и другие. Если попадешь в такое место, рана будет очень серьезной. Хорошо. Я выучился. Так, научи меня стрельбе из мушкета. Ну, вот лучше вот этого. Научи меня стрелять из ружья. Основное правило стрелять в самый последний момент. Дробь быстро теряет свою силу. Поэтому не торопись. Сохраняй спокойствие. Дай противнику подойти поближе. Такой смысл от того, что ты попал в соперника, но при этом ему даже не больно. Поэтому всегда следи за расстоянием. Окей. Окей. Так. Так, ну пока что хватит. Хватит. Мне надо... Когда ты в последний раз видел свой мушкет? Ну, я его подготовил и собрался немного расслабиться. У Айсебио была пара бутылок вина. Мы сели у костра и выпили. Это последнее, что я могу вспомнить. На следующий день я проснулся, и его уже не было. Да. Давайте посмотрим, чему мы научились. Так, огнестрель оружия у нас три. Так. Мы можем прокачать ловкость. Я думаю, ловкость не помешает, но... Хочется также еще и огнестрел себе прокачать с выносливостью. Очень-очень-очень хочется. Или ловкость. Так. Ну, дело в том, что... Угу. Так, иначе нужно подучить мушкеты, поэтому огнестрел мы изучим. Обязательно. И выносливость. Да. И сейчас еще стрельбе. Ну, тогда покажи, чему ты сможешь меня обучить. Конечно. Не проблема. Из мушкетов еще изучим. Научи меня стрельбе из мушкета. Ты хочешь научиться стрелять точнее? Тогда не торопись. Оставайся спокойным. Думай о своем дыхании, о ритме. Чем дольше цель будет в твоем прицеле, тем точнее будет выстрел. Отлично. Отлично, отлично. Дальше нужно огнестрел 6, это не скоро. Для этого нужно 6000 очков. Да какой там еще? 5 и 6. Короче говоря, еще много-много опыта надо заиметь, чтобы прокачаться. Так, ну да ладно. Поняли мы твою проблему. Потерял ты свое ружье. Думаю, как-то мы тебе поможем в этом. А пока что долго надо. Надо найти этих 4 парней. От первого мы нашли. Давайте поболтаем с этим охранником. Эй, смотрите-ка, пират. Ты знаешь меня? Старина, Пуэрто Изабелла не такой уж большой город. Новости расходятся быстрее, чем ты думаешь. Говорят, ты пользуешься доверием коменданта. С одной стороны, это успокаивает, что ты не дружишь с Малуками. Но с другой, ты ведь все равно пират. Поэтому я сохраняю бдительность. Так, так ты воровствовал. Больше тут взять нечего. Что тебе известно об этой местности? Вокруг нас бесконечные джунгли. Если уж сунешься туда, будь осторожнее. Почему? Там водятся дикие звери и вонючие Малукки. Они тебя порвут, ты даже глазом моргнуть не успеешь. Кто? Звери или Малукки? И те, и другие. Ух ты, тут и про ружье можно узнать. Я ищу ружье Бартова. А чего тогда ко мне пришел? Ну, ты же с ним выпивал. Точно. Я был пьян. Что случилось ночью? Да что тут скажешь. Тита раздобыл для меня пару бутылочек вина. Ну, мы их и выпили. Полночи мы просидели вместе. Потом Бартова заснул. А что дальше? Парень, послушай. Я тут днем и ночью торчу. У меня плоскостопие, мозоль и полно долгов. Поэтому я был бы тебе очень благодарен, если ты больше не будешь донимать меня этой дурацкой историей с ружьей. так, так, мы с тобой еще потом поговорим, а сейчас мне нужно найти еще троих парней в мою команду. Подождите, значит, с этим надо поговорить. А, ты стала быть новенький в городе? Смотри, не лезь в неприятности. Так, а кто же мне расскажет, где Санч, что-то обидал? Сказал этот комендант пообщаться со стражниками. Я не понятно, с каким стражником. Так, кроме него кто? Кто еще нам нужен, кроме него? значит, четыре мушкетера против ворона 78 чтобы знать, я должен спасти. Бартоло, Вентура, Мартинес и Санчо. Бартоло нашел Вентура, Мартинес и Санчо. Мне еще эти три парня нужны. А, мне обещали мушкет выдать. Надо поговорить насчет этого. Себастьяно сказал, что я могу взять себе ружье. Я уже слышал, что ты работаешь на нас. Я рад. Здесь слишком мало хороших парней. Могу тебе предложить несколько превосходных ружей. Все высшего качества. Не то барахло, которое они выдают рекрутом для обучения. А бесплатно мне не положено? Нет, бесплатно мушкеты выдаются только нашим парням. Но я что, не ваш что ли? Покажи мне свой товар. Так. Пули заберем полностью, картечь. Так. и смотрим. Корабельное ружье. О, со штыком. Отлично. Мушкеты плюс 10. 62 секунды перезарядка. Отлично. Лучше, чем мое. Так. Это попроще. Какое-то не особо прикольное. да, я возьму эту штуку. Мушкеты плюс 10 и урон от отоштыка еще 140. Отлично. Забираем. Близнецы. 15 секунд перезарядка. на 70 урон. Да, но я на пистолеты не очень особо голоден. Редко пользуюсь, если уж у меня есть ружье, зачем мне пистолет. Да, и вот бонус у моего пистолетика плюс 20. Мне он больше нравится, чем 5 секунд перезарядка. нет, все, хватит, хватит. Давайте попродаем все, что не нужно. Так. Сабля. Кортик. Шпага. Нет, шпага. Шпага у себя оставим. Меч Корсара. Да, хуже. Ружье. Ружье, ружье. Продавать. Да, я уже купил себе новое ружье. Да, продадим. Кривой кинжал. Продаем пистолетик. Продаем бочка с порохом. Бомба оставим пока что. Серега. Амулет, кольца, все это еще нужно. Факел, я думаю, 10 штук продадим. Так, это нужно. Черная магия продадим. Ритуал продадим. Запугивание продадим. Убеждение вставим. Так, ну и травку. Травку тоже продадим. Молоток один продадим. Нам нафиг не нужен нефрит. Нефрит продадим. Так, ну раковину еще надо открыть. Так, ну все, принципе. На чем ты меня можешь научить? Я хочу научиться. Так, пистолетов разговора. Ух ты, вот это интересно, да. Покажи, как застрелить кого-то, когда я с ним говорю. Я лично не сторонник таких приемов. Но, если тебе очень надо, прежде всего удостоверься, что пушка свободно висит на ремнях. Просто если пистолет зацепится, ты себя выдашь, и весь твой план полетит к чертям. А так, когда твой соперник углубится в разговор, доставай ствол и стреляй. Но, как я уже сказал, такие трюки не по мне. Да, но зато по мне. Я хочу кого-то у вас стрелить. Не отходя от кассы. Заряжать пистолет быстрее можно научиться. Так, пистолет меня не очень интересует. Да, пистолеты пока что. Можешь научить меня чему-нибудь? Разумеется, я все-таки оружием. Могу тебе показать свое ремесло. Кроме того, я неплохо стреляю из пистолета. Если хочешь, могу обучить тебя. Да, да. Так, взяли это. Взяли ружье у него. Давайте его поставим на быструю клавишу. Да и вообще возьмем вот такая вот со штыком отличная. Отличное ружье, я считаю. Урон штыком 40. Супер. Супер. Так, эти пульки купили достаточно. Денежек чуть-чуть у нас уменьшилось. Но это не страшно. Потому что мы рады что нам будет поможем его сила взять. Так, вот Вентура. Отлично. Я собираю отряд для атаки на Ворона, и ты будешь добровольцем. Я? Против Ворона? Да, мне это нравится. Где собираемся? У главных ворот. Жди там, пока я не соберу всех. Оттуда и выступим. Хорошо. Нам не стоит тут задерживаться. Сообще остальным. давай торговаться. Так, что у тебя есть? Ровным счетом. Ух ты, плащ. Вот у тебя плащ лучше, чем мой. 12-13. У меня там красновечие дает бонус, поэтому не катится. Так, что я хотел? Я хотел жемчужинки пооткрывать. тут брать нечего. Здесь брать нечего. Конец. Здесь брать нечего. Да. вспомнил я еще такой маленький квест мне дал один из стражников на бакпаст одно. Нужно мясцо взять для него. Он мне дал идола. Я должен взамен этому идолу принести мясо. А мясо мы знаем, кто продает. Давайте этот мини-класс сейчас выполним. Где этот? Вот он. Тито. У меня тут есть интересная статуэтка. Ты наверное ограбил какого-то молука. покажи-ка. Что дашь мне за нее? Тяжело сказать. Предложи сам. Так, мясной сверток и сто золотых. Да, давайте еще сто золотых заработаем. Дай мне мясной сверток и сто золотых. Да, я тоже люблю помечтать. Ты хочешь слишком многого. Ну ладно, в знак своей доброй воли я предложу тебе 50 золотых и мясной сверток. Ну давай. Хорошо, тогда один сверток и 50 золотых. Согласен. Если что-то еще захочешь, приходи снова. Так, да, я еще Мартинеса. его здесь нет. Я не знаю, когда он вернется. А что, какие-то проблемы? Нет, Алькасар отрядил его ко мне. Это что-то официальное. Ну в общем, я послал его на охоту. Чтобы ребятам было, что пожевать. На пустой желудок как-то безрадостно драться. Сам знаешь. Если это срочно, то придется тебе его поискать. Просто скажи мне, где его найти. подозреваю внизу в долине. Прямо перед городом. Возможно, Эйсебио знает больше. Он должен был там пройти. Да. Хорошо. Да. Ну с этим ясно. И Санчо. Санчо, мне сказали, находится где-то в патруле. Где-то в патруле. Да, вот так тяжело собрать там отряд. отряд наш маленький. Надо отправляться в джунгли за ними. Да, ну отправимся мы в джунгли уже в следующей серии. На этом данную серию мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под видео. На сегодня все. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok